время на час меньше я был в европе и из-за того что в европе время на час меньше я проспал ночью мы прилетели но это ответ человека который не проходил 83 урока про благодарность а чек который проходил 83 урока проводил про благодарность как он должен отвечать он скажет так слава богу дорогие друзья слава богу спасибо всевышнему с благодарностью всевышнему оказалось что урок то 10 не получилось провести слава богу спасибо всевышнему что не получилось но зато спасибо всевышнему что получилось 10 30 вот так вот отвечает человек после 83 уроков благодарности он говорит как раз что все отлично баруха шем все к лучшему все что всевышний делает все к лучшему и И это значит сегодня то, что в 10.30 урок, значит кому-то это нужно было, может быть сейчас какой-то человек первый раз открыл телефон, ему в 10 было неудобно, в 10.30 ему удобно, и он как раз вот именно для этого человека Всевышний решил перенести урок. А кому-то наоборот, надо было с утра поехать куда-то, может быть, и так далее. Мы не знаем все планы Всевышнего, но мы можем идти от обратного. Раз урок в 10.30, а не 10, значит это воля Всевышнего. Так оно, так оно, значит, так оно должно быть. Это Бог так решил, все. То есть мы с вами можем это принимать, не принимать, расстраиваться, радоваться, обижаться. У нас есть выбор, свобода выбора. Как интерпретировать эту ситуацию, каждый решает для себя сам. Но мы уже 83 урока учим, что самый правильный способ интерпретации любой ситуации это благодарность. Поэтому с благодарностью Всевышнего начинаем 84 урок. И здесь сегодня, вот я успел так подготовиться чуть-чуть, да, он, Рав Шаламарош, нам как бы новое, я здесь особо не увидел ничего, но давайте еще раз я его словами скажу. Я вам скажу, в чем отличие, например, моего подхода от его, да, у меня все-таки, слава Богу, опыт небольшой. Мне 50 лет всего, ему уже лет сейчас около, наверное, 80, и он прошел очень свой путь в жизни, у него свои. И то, что знает он, я даже близко не знаю. И мне очень нравится, что он на своем примере вот такие дает очень глубокие вещи, которые я, ну, не мог бы давать на своем примере. То есть для меня это тоже я учусь. Вот. И вот он здесь говорит такую вещь, что когда ты идешь к Всевышнему, самое главное, самое главное, это оставить прямо жалобы, нытье, уныние, отчаяние. Все это препятствие для того, чтобы соединиться со Всевышним. И когда-то не нужно ходить, он пишет, чувства, мне плохо, горько, я недоволен своей жизнью. Потому что жалобы, нытье, уныние, отчаяние, это все стена перед Всевышним. Следует научиться говорить, спасибо большое тебе, Господи. И, ну, только это не должно быть пустыми словами, а это нужно ощутить. И в молитве нужно так подходить ко Всевышнему, да, мне не о чем просить, лишь о том, чтобы все время благодарить тебя от всего сердца за все сделанное мне до сих пор. Все это было твоей милостью. То есть начинается все с того, что у человека не хватит всех его заслуг за жизнь, не хватит, чтобы оправдать один его даже вдох. Вот я такое слышал, да? То есть настолько человек, вот сейчас министр обороны США, самая мощная страна в мире, да, ее армия США это что-то немыслимое. Все эти авианосцы, истребители, атомное оружие там, ну, то есть это просто армия, которая база американских во всем мире, это, ну, вот прямо не самая мощная армия в мире. Ее министр обороны, это, получается, тот, кто стоит над этой всей армией. И он сейчас находится в реанимации, он, у него то, что называется плохая болезнь, да, даже не принято ее говорить название в религиозном мире, чтобы не уговорить плохие вещи. Значит, и он сейчас, бах, ему сделали операцию на реанимации. То есть мы видим, что никакая сила человека, никакие армии, никакое это, не может ему гарантировать, что он проживет еще там один день, да? И поэтому он говорит, когда человек идет в, ему даже чего-то не хватает в жизни, он, первое, что он должен подумать о том, что не о том, чего ему не хватает, а о том, сколько он от Всевышнего получил подарков за свою жизнь. И нужно от всего сердца поблагодарить за сделанное мне до сих пор. Все это было твоей милостью. Дальше он говорит, благодарение это не вежливость, это истина. То есть, действительно, говоря спасибо, ты принимаешь ту истину, что до сих пор Всевышний изливал на тебя благо по милости своей. А у тебя у самого нет никаких заслуг, и тебе ничего не положено. Это вот позиция молиться. В Талмуде тоже этот вопрос разбирается, когда, как надо молиться. И там говорится, что нужно молиться, если ты хочешь уже за чьи-то заслуги напоминать Всевышнему, так напоминай за заслуги Авраама, Ицхака, Якова, например, да? Которые вообще там жизнь свою посвятили Всевышнему, и то посмотри, как им было тяжело, какие у них были разные события, которые не было, у них все гладко. И он говорит, вот это вот фундамент твоей связи. То есть, смотри, ты приходишь к Всевышнему молиться, да? То есть, обычно, ну, человеку действительно чего-то не хватает. У каждого есть своя ложка дегтя в жизни, у каждого есть свои какие-то вещи, которых нам не хватает. У кого-то очень большие, там, ну, вот этот министр обороны лежит в реанимации, да? У кого-то еще, еще больше. Кто-то сейчас заложники сидят в подвалах этого Хамаса, там, и так далее. У кого-то еще, там, проблемы, проблемы. Есть у людей такие проблемы, не дай Бог, чтобы Всевышний дал им исцеление, спасение и улучшение. Но, смотрите, что. Вопрос в том, что когда ты, человека с Богом соединяет вера. То есть, еще раз повторю, простая такая вещь. То есть, есть духовный мир, он нематериальный, он непостижимый материальными органами чувств. Душа находится в этом духовном мире. Проекция этого духовного мира каким-то волшебным, невероятным образом, когда-нибудь ученые найдут, как там через квантовую природу частиц, духовный мир переходит в материальный. И как, действительно, вот этот вот упорядоченный материальный мир, он все-таки управляется с уровня духовного мира, который непостижим, он нематериальный. Но где-то есть вот этот вот переход, как мы не видим же мы перехода вот этого потока Wi-Fi, который переходит в телефон и создает картинку. Мы же его не видим, но он еще есть на физическом уровне. А духовный мир, он обеспечивает вот этот вот поток этого Wi-Fi, который мы не видим глазами, органами чувств, но прибор может его почувствовать. А духовный мир, даже прибор не может почувствовать, но он тоже есть. И где соединение между духовным миром и материальным? В вере. Что такое вера? Вера это тоже нематериальная вещь. То есть вера это, но она есть некая работа мысли, энерго, такой электрохимический импульс, который создает мысли. Мысли разные. Там, я хочу воды. Эта мысль, она как бы управляет рукой, попадает в воду. И вот эта вот мысль, я хочу воды, где эта мысль? Вообще непонятно, где эта мысль. Она в итоге обеспечивает глоток воды. И теперь вера во Всевышнего, и вера в то, что он добрый, вера в то, что он управляет миром, благодарность обеспечивает связь со Всевышним. И он говорит, смотри, значит, над этим вопросом стоит задуматься каждому. Как это возможно? Верить в Творца, но не верить, что он благ. Так, возможно, вообще верить можно во все, что угодно. В рептилоидов, в, там, я не знаю, в то, что ребенка нашли в капусте. Есть такие секты, в такое верят. Там, те же коммунисты, те же, там, я не знаю, ну, столько разных верующих, что просто, ну, анрил. А он задает вопрос, говорит, а вот, ну, уже вы на уроте Торы, да, вы уже верите в Бога. Он говорит, как это можно верить в Творца, но не верить, что он благ. Что Всевышний справедлив и праведен. Вы верите в Бога, но думаете, что он несправедлив и неправеден? Вы не верите, что он милосерден? А во что же ты тогда веришь? А если ты веришь, что Всевышний благ справедлив и милосерден, отчего же тогда ты недоволен своей жизнью? Ведь жизнь вручена тебе Творцом, Владимиром справедливым и милосердным. Он говорит, задумайтесь, да? Ну, он обращается, опять же, к тем людям, которые верят в Бога, верят в то, что Бог, верят в Бога. Есть, смотрите, есть три вида веры в Бога. Есть древние греки, например, они верили, что Бог когда-то создал мироздание, первопричина, это Бог, который вечный, первопричина, непостижимый. Потом он в этом мироздании создал систему каких-то передаточных механизмов. И вот эти вот, там они их называли полубоги, боги, зевсы, шмевсы, вот эти все, нептуны. Помните нептуна такого с резупцем? В пионерском ладере был день Нептуна. Это как раз греческая история. Теперь, значит, и греки верили, что и дальше эта вся система развивается уже сама по себе. Первопричина в ней не участвует. Это как бы один вариант. Есть первопричина, есть следствие, и мир, это разворачивание, даже в духовном плане, причина следственных связей. Это идолопоклонство, и это неправда. Теперь есть, которые верят в случайность. Называется, мы верим в случайность. И они себя называют разными какими-то словами. Некоторые верят, что они там последователи Дарвина их называют, да, дарвинисты. Они верят, что в инфузорию туфельку, которая вдруг развилась. Вот вдруг она развилась в динозаврах там тысяч видов. А потом эти динозавры вдруг развились в обезьяну, и эта обезьяна вдруг заговорила. И вдруг она заговорила на разных языках. А потом эта обезьяна вдруг она заговорила. Но та, которая заговорила, умерла. То есть нету. Вот скаты остался и электрический, и обычный. Это их не смущает, что вроде бы должно было развиваться же по цепочке. И тогда зачем обычный, если нужен электрический? И зачем, если обычный скат нормально питается? Почему вдруг возник скат, который электричеством бьет? И почему они вдвоем выжили? А вот те обезьяны, которые были там, неандертальцы, кроманьонцы, ну пусть живут. Какая-то пускай обезьяна развилась. А где остальные обезьяны? Полуразвитые, недоразвитые, среднеразвитые. Где этот Денисовский человек делся? Куда он исчез? Значит, они не отвечают на все эти вопросы. Они верующие. Теперь есть люди, которые верят в Бога, Творца Мироздания. То есть то, что верим мы, которые знают, как устроены духовные миры. Каббала через пророков. Откуда они это знают? Потому что были такие люди, которые назывались пророки. Которые заходили в духовный мир, и они видели. У них было какое-то особое приемное устройство. Как типа телефон, только в голове. И они, заходя в духовный мир, они видели. Пророки Хестель, Мошеробейну, Моисей пророк пророков и так далее. И они нам рассказали, как все работает. И Тора, это мы получили Тору от Мошеробейну, от Моисея. Теперь, ладно, есть люди, которые верят в Тору. Все логично, все понятно. Десят свирот, мир Итам, Ацилут, мир Осия, Брия и так далее. То есть, все там, все четенько, понятно. Прям есть, вся документация имеется на весь духовный мир. Все понятно. Но дальше, вот этого же человека спроси. А скажи, пожалуйста, а вот Бог добрый? Он скажет, добрый, справедливый, справедливый, милосердный. Милосердный, все. А что ж ты тогда расстраиваешься-то? Что ж ты недоволен? И он говорит такая вещь, что нужно вот именно вот этим вот спасибо, когда ты через благодарность. Это истина. Бог добрый просто тебе иногда кажется из-за сбоев твоего мышления, что то, что происходит, оно не к твоему добру. И как это узнать? Человек пребывает в унынии, недовольстве, перестает радоваться и так далее. И, значит, даже обращаясь к Всевышнему, он ведет себя так, как будто бы Всевышнему что-то должен. И это как раз и приводит к спору между ним и Всевышним. А со Всевышним спорить нет смысла. То есть он говорит, нельзя спорить со Всевышним, это глупо. Поэтому, говорит, благодарность, это признание истины. Не надо прекращать, нужно благодарить Всевышнего, что... Не надо прекращать общение. Нужно благодарить Всевышнего, что он создал людей вот такими разными, да, что это Дарвинист, спасибо Всевышнему, что такое у меня есть в окружении Дарвинист. И спасибо Всевышнему, Бог милосердный. И дальше, когда ты благодаришь Всевышнего за этого Дарвиниста, ты можешь... Вот сейчас он приводит в случай, из которого поймем мы, как молиться. Он говорит, некто жаловался мне, что его сын сбился с пути. Религиозный человек, для него это очень важно, передать сыновьям Тору. И тут вот у религиозных людей, когда сын сбился с пути, стал нерелигиозным, начал... Что значит стать нерелигиозным? Начал делать разные вещи запрещенные, да. И он пришел к Равшоу Марушу. И что делать? Я посоветовал ему от всего сердца поблагодарить Всевышнего за все. В том числе и за такого сына. Иначе эту проблему не решить. Я сказал ему так. Радуйся своей участи. Это прямо касается сейчас вопроса, как относиться к Дарвинисту, например. Да, он же не ваш сын. И даже если ваш сын, вот что он сказал. Радуйся своей участи. Смотри на хорошее в этой ситуации. Прими ее с любовью. Тебе полагается именно такой ребенок. Да, и это, несомненно, лишь по милости и милосердию Всевышнего. Если бы не такое исправление через ребенка, кто знает, что выпало бы на твою долю. Теперь скажи, спасибо большое, Господи. Так мне и надо. Ты прав во всем, что со мной происходит. Несомненно, таково мое исправление. После того, как ты его поблагодаришь и примешь с любовью. И поймешь, что это твое исправление. После, ведь ты же страдаешь сейчас. Ребенок не страдает. Он сидит себе, курит траву, например, кальянчик, водочка, девочки. Ему он сидит, он довольный. А этот, кто пришел к нему советоваться, он страдает. И оравшего Марушу, ему говорит, нет, ты благодари Всевышнего, радуйся. И пойми, что это твое в чем-то исправление. Может, ты до этого сидел, там тоже пил, курил, и сын это видел. А потом ты это перестал делать, например. А сын продолжил. Кто знает, может, это твое исправление. Дальше начни просить Бога. Владыка мира, что мне нужно исправить? За что мне совершить раскаяние? Как мне за это молиться? Не за сына молись, за себя молись. Первое, спасибо. Второе, значит, спрашивая, что мне исправить. А потом можно попросить Всевышнего, прости меня, отпусти мой грех. Потому что это же я страдаю. Он же, этот отец, пришел к нему, что делать? Он ему говорит, сперва это нужно понять. Что Всевышний все делает твоему добру, все такое. Значит, дальше. И тогда ты просишь, владыка мира, смилуйся над моим сыном. Помоги ему, исцели его душу. Дай ему мудрость, разум, понимание. Дай ему любви к торе, к молитве. Помоги ему преуспеть, чтобы у него была хорошая и прекрасная жизнь. Дай ему уверенности в себе. Вот так надо за дарвиниста молиться в вашем окружении. Вначале спасибо, что есть у меня этот дарвинист, чтобы я мог порадоваться, что я не такой дурак. Спасибо тебе, Всевышний, что дал мне путь, что я с Богом разговариваю, дарвинист с инфузорией и туфелькой. И значит, что мне есть во что верить, на что опереться. И мне есть вечная жизнь, а у дарвиниста нету. Он сам не верит. И спасибо тебе, Всевышний, за все это. Но раз уже он в моем окружении, что мне надо в себе исправить? Что мне надо в себе исправить? Может стать более, ну не знаю, каждому свое что-то надо исправить. А дальше уже проси за то, чтобы этот дарвинист раскаялся. Чтобы он дал ему мудрости, Бог, разума, понимание. Дай ему любви к торе и так далее. Теперь, если ты недоволен, сломлен, пребываешь в унынии, ты не можешь молиться. Понятно, да? И так во всем дальше он продолжает. Если у тебя проблемы с заработком, прежде всего, прими свой приговор и скажи на него спасибо. Владыка мира, спасибо большое. Все, что у меня до сих пор было, я получил по твоей милости. Мне ничего не полагается. До сих пор ты давал мне пропитание и оказывал мне великие милости. Если же у меня сейчас нет заработка, значит, надо мной тяготеют грехи. Ведь нет страданий без греха. И ты прав во всем, что со мной происходит. Ты праведен, а я грешен. Благодарю тебя, Господи. И в этом, несомненно, правляется твое милосердие. Ведь если бы ты поступил со мной, как мне причитается, неизвестно, что бы со мной сейчас было. Упаси, Господь. Спасибо большое тебе, Всевышний. Я принимаю с любовью. В это мое исправление. И теперь я прошу. Вот после этого идет просьба. Пожалей меня. Позволь мне совершить раскаяние. Покажи, что мне нужно исправить. Все. Понятно, да? Я думаю, что очень понятно. Вот чем хорошо в этой книге есть конкретные примеры. И я думаю, что каждый находит для себя что-то, именно то, что как для него это было. И сегодня у нас урок, который... Я, кстати, когда-то с этой книжки, вот с этой книжки, Happiness, которую мы изучаем, начался мой путь к счастью. То есть я начал изучать тему счастья по этой книжке. И после этого я сделал свой курс «Мастер счастья». Сейчас я дописываю книжку, называется «Десять шагов к счастью». Сделал курс «Десять шагов к счастью». То есть я вот уже год, наверное, даже больше работаю над темой счастья. Потом уже мы начали два месяца назад книгу «Благодарность», «Сад благодарности». И это сделало прям такую глубину в первом шаге к счастью. У меня «Десять шагов к счастью». Первый шаг к счастью называется «Благодарность». Второй шаг к счастью называется «Обучение». И третий шаг к счастью называется гибкость мышления. Легко запомнить, Бог сокращение. Благодарность, обучение, гибкость мышления. Бог. Это первое сокращение. И вот третий шаг, гибкость мышления, я взял вот из этого сегодняшнего нашего урока. Значит, называется наш сегодняшний урок в этой книге Vice Choices. Мудрые выборы. Говорит Рав Зелек Плистин такую вещь нам. Когда семья поехала, как-то одна семья поехала в зоопарк на такси. И была огромная толпа возле входа, и таксист высадил пассажиров за два квартала от входа в зоопарк. Один из членов семьи начал жаловаться. Мы платили за поездку, а это не было, это неправильно, что он высадил нас, и мы должны тут теперь ходить пешком. Второй сказал, посмотрите, какая прекрасная вокруг природа вообще. Посмотрите, вай-вай-вай. Посмотрите, сколько интересных деревьев. И это так интересно идти отсюда и наслаждаться, наслаждаться видами, рассматривать людей. Это так интересно, чем мы сидели бы в машине. Значит, второй он приводит пример. Группа друзей прибыли на автобусную остановку, когда автобус уехал уже. Они опоздали. Один сказал, это ужасно, что мы должны ждать сейчас следующего автобуса. Второй сказал, сейчас мы можем, у нас есть время обсудить наши дальнейшие планы. У нас не было времени пообсуждать, сейчас это как раз классно, у нас есть время. Значит, третий случай. Дождь, он разрушил им какие-то их планы. Один сказал, это почему это такая, всегда нам не везет и так далее. День разрушен. Второй сказал, что мы можем сделать, чтобы получить удовольствие, давай придумаем. И так далее. То есть, он еще приводит примеры. И в итоге он делает вывод. Определи. Он говорит, релайз, это как бы, ну, это реальность, он говорит, да, как реальность. Реши. Что вот у тебя всегда есть выбор, на чем фокусироваться. И обычно люди фокусируются, есть у многих людей привычка фокусироваться на том, чего им не хватает. Что их разочаровывает. Что у них есть ужасного в их ситуации. И он говорит, конечно, если ты так делаешь, то ты будешь несчастным. Потому что всегда можно найти вот эту ложку дегтя. Но, если ты, и эта привычка у людей автоматическая. Это они не ищут. Это их мозг, он прям уже так настроен во всем находить негатив. Но тот, кто научится делать по-другому, наоборот, да, и это то, что делает тебя мастером счастья. Мастером счастья то, что делает мастерство счастья. Умение фокусироваться на позитиве и интерпретировать в позитивном направлении. Я назвал это третий шаг к счастью. Дибкость ума. Дибкость ума – это флексибилити. То есть, у тебя всегда есть выбор, на что обратить внимание и как объяснить. И вот как раз вот эта книга «Благодарность» – это и есть дибкость ума. То есть, человек может верить во что угодно. И тот, кто автоматически думает, ему кажется, что нет варианта думать по-другому. Но всегда есть вариант думать по-другому. Всегда. Всегда есть вариант посмотреть с одного ракурса, с другого ракурса. И вот этот радикальный, такой прям радикальный ракурс видеть во всем хорошее, Равша Умаруша, он, конечно, удивительный. Но он и является воротом в рай, потому что тот, кто так видит реальность, ему хорошо, ему реально хорошо. Я вчера читал в самолете рассказ о девочке одной, которая умирала от этой плохой болезни, было всего 20 лет. И книга называется «101 рассказ про хэппинес, про счастье». И это просто удивительно, как она, эта девочка 20-летняя, которая знала, что она умрет, как она была счастлива, что у нее есть еще один месяц жизни, что прогнозы врачей, они не оправдались, ей уже к тому времени отрезали ногу, у нее по всему телу это все шло. И насколько она радовалась, насколько она счастливо смотрела на эту ситуацию, и как она ценила каждый день жизни, каждый час жизни, каждая... То есть удивительно, да, что люди в разной ситуации, а есть девочки 20-летние, которые рыдают, плачут, там ноготь у них сломался, или там что-то, мелочь какая-то, да. То есть это все вопрос, на что ты фокусируешь внимание. И happy people make happiness producing choices, on focus, off focus. То есть счастливые люди, они делают создающие счастье выборы в своей фокусировке, на чем они фокусируются. И главное понять, что всегда у человека есть выбор, как думать, как воспринимать. Теперь дальше. Некоторые люди автоматически обвиняют и жалуются очень много. И так они видят, это их реальность, они создают свою реальность. Значит, давайте сделаем эксперимент, он предлагает. Значит, просто спрашивайте себя, на чем я могу сфокусироваться, что принесет мне удовольствие. То есть задавай этот вопрос и ищи. Привыкни находить вот эти вот пазлы счастья и пазлы благодарности. То есть это же книга для начинающих. Мы-то уже, кто уже всеуродие прошел продвинутые пользователи. Мы знаем, что во все можно находить. Вот в чем эта революция этого взгляда? Он говорит, даже когда тебе плохо, найди в этом благодарность. И поблагодарить, что это все равно лучшее, что ты мог получить в этой ситуации. А здесь для начинающих, он говорит, хотя бы уже, хотя бы не ищи эти ложки дегтя. Ищи хотя бы пазлы, за что ты можешь реально поблагодарить. То есть, ладно уже, потом разберемся с этими пятнами плохими. Но зачем ты их все время ищешь? Зачем ты ищешь в прекрасном дне, ты ищешь плохое. В прекрасном часе ты ищешь плохое. В красивой одежде ты ищешь пятно. Но смотришь на себя, находишь какое-то там самое пятнистое место и говоришь, вот опять мне не повезло. Зачем? Зачем опять мне не повезло, если тебе все время везло? Что ты все время ищешь, опять мне не повезло. И из этого делаешь, мне всегда не везет. Есть такие мастера прям в кавычках. Значит, и он предлагает, значит, что попробуй просто себя спрашивать неделю. Ну, выдержи хотя бы неделю. Но, и это будет такой прыжок в мыслях, как бы преодоление несчастных мыслей. Но, говорит, если кто-то, кто уже привык думать негативно, он же сразу и в этом увидит негатив. Он спросит. О, целая неделя это длинный срок, скажет он. Или он скажет. О, это очень тяжело, это очень тяжелая работа. По первому вопросу я скажу так. Если тебе осталось жить всего неделю, и, значит, почему это не использовать на счастье, да? То есть, вот если бы так был вопрос ставился. То есть, у тебя всего неделя, но ты хочешь ее прожить счастливо или несчастно. Так, живи ее счастливо, ищи за что, что может дать тебе счастье. Просто ищи и радуйся. Дальше. А на второй вопрос он говорит, я бы ответил так. Когда ты получаешь удовольствие, значит, тебе это не кажется долгим. Это не тяжелая работа. Ты же ищешь-то, что тебе нравится. И тебе в момент, когда тебе нравится, так тебе становится хорошо. Когда тебе нравится, это же не считается тяжелой работой. И, значит, дальше, после того, как ты будешь неделю хотя бы, неделю искать хорошее в окружении себя, то, говорит, тебе легко будет продолжить на следующую неделю и так далее, пока миссия это не станет твоей второй натурой. Вот. Это так люди становятся счастливыми. Они начинают выбирать счастливые мысли, начинают выбирать, на чем фокусировать внимание, и начинают выбирать счастливые интерпретации. Все, да, это выбор. Это свобода выбора. Вопрос веры. Все. Всем удачи, успехов, чтобы мы видели хорошее, благодарили за хорошее, и чтобы в заслугу того, что мы видим и благодарим за хорошее, Всевышний нам давал все больше, больше и больше поводов для хорошего. А если кому-то сейчас тяжело, чтобы Всевышний, естественно, вылечил, снял все вот эти вот болевые вещи, кому в здоровье, кому в заработке, кому в отношениях, и чтобы наступил шалом внутри, шалом вокруг и шалом в мире. И чтобы мы были все довольны, счастливы и благополучны. Все. Всем удачи, успехов. С Божьей помощью встречаемся завтра в 10. И спасибо вам огромное, что вы приходите на уроки, поддерживаете уроки, делитесь уроками. Всем огромное-огромное спасибо. И спасибо Всевышнему. Спасибо Всевышнему за все. Все. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok